Мария и Сергей Пасынковы обожают фотографироваться. На фоне реки, домов или на палубе корабля. Пара всегда находит удачный ракурс. К фотосессии специально готовиться не привыкли. Уверены, главное – это выбрать красивый фон и поймать момент. Я тоже, конечно, самотвитична к своей внешности, но селфи помогает увидеть, как ты выглядишь в данный момент. Я, наоборот, в любой момент готов, в любом виде. Там главное потом провести ревизию этих фотографий. Макияж не обязательно, главное – естественность. Всегда выбирает жена, поэтому как бы… А, я всегда считаю, что я красив, всегда. Но она думает по-другому иногда. Поэтому выбирает она… Просто удачное, чтобы глаза не закрыты там были. В автомобиле. Дома на диване. И просто на прогулке. Люди фотографируются везде. Сегодня по всему миру отмечается международный день селфи. В чем секрет удачного кадра? Мы узнали у профессионального фотографа. Василий Монахов убежден – научиться делать снимки может даже новичок. Тем более, что для этого не обязательно покупать специальную технику. На самом деле все очень просто. Нам нужен для этого телефон и какой-нибудь нестандартный ракурс. Сейчас очень много всяких ракурсов. Мы можем их использовать как в обычной жизни, так и где-нибудь в путешествии и так далее. Можем использовать разные предметы, селфи-палки и даже какой-нибудь ботинок. А что касается позирования, какие сейчас современные тренды? Сейчас все фоткаются вот так вот, либо селфи-палку вытягивают. Но на самом деле лучше поставить телефон на таймер куда-нибудь и найти интересный ракурс, чтобы мы шли куда-то, либо сидели, либо вообще можно изобразить что-то на камеру рукой, либо ногой. И тогда таймер срабатывает и получается необычный селфи. То есть селфи на самом деле это не прямо нужно снимать с рук. Нет, это селфи с себя. Нужно снять ботинок и поместить в него телефон. Преимущество такого способа в том, что можно регулировать наклон. Также устанавливаем таймер и фотографируемся. Можно сделать фотографию стоя. Здесь важно выбрать нужный режим съемки. Но самый простой и популярный эффект – это режим портрета. Допустим, если мы хотим размыть задний фон и делать селфи, то будет как-то, наверное, более по-современному и как будто тебя сфоткал в фотоаппарат. Особенно это круто, когда сзади какие-то объекты, и можно сделать расфокус такой, и будет все плавненько и красиво. Ну вот, допустим, если мы уводим 1,6 и 2,8, все сзади размывается. А если делаем 7,1 и 10 и выше, то мы в фокусе, да. И сзади фон тоже в фокусе. Круто. Сделать кадр – это половина дела. Чтобы ваша фотография произвела вау-эффект, ее нужно обработать. Многие не умеют пользоваться крутыми программами, да, в фотошоп и так далее. Есть на современных телефонах, на топовых телефонах, даже если они не очень дорогие, есть уже встроенные фильтры, на которых можно уже обрабатывать фотографии. Можно добавить побольше какого-нибудь киноэффекта, киношности. У тебя будет такая насыщенная глубокая картинка. Первые фотоаппараты ввели в моду автопортреты. А термин «селфи» или так называемые «себяшки» появились лишь в начале 2000-х. Тогда люди фотографировали себя на пленочные фотоаппараты. А пик популярности селфи пришелся на 2010 год. Тогда стали появляться первые смартфоны, оснащенные фронтальной камерой. В погоне за безумным кадром на крышах высоток, на краю обрывов или железнодорожных путях люди совершенно забывают о рисках. А зря. Ведь подобный кадр может стать для них последним. Конечно, это была постановка. Однако такие случаи в мире происходят постоянно. Так, меньше недели назад в Москве, женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. Сидя на ограждении спиной к открытому окну, она не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Психолог Ксения Дубинина говорит, любое увлечение хорошо в меру. Когда это переходит границы, когда человек уже не чувствует разницы между риском жизни, между опасностью, то здесь уже, конечно, следует бить тревогу. Так скажем, когда количество таких селфи увеличивается, и, например, оно уже 20-30 в день, оно и ночью, то здесь действительно уже можем мы проблемы наблюдать. Селфи в экстремальных местах любят делать подростки. Специалисты предупреждают. Запреты, крики и скандалы ни к чему хорошему не приведут, если занятие для ребенка превратилось в смысл жизни. Нужно набраться терпения и выяснить, что именно привлекает подростка. Важно объяснить, что сделать фото может каждый. А вот установить спортивный рекорд, научиться классно играть на гитаре или написать картину – вот это по-настоящему крутой способ выделиться из общей массы сверстников. Ксения Баканова, Константин Головин. События.